всем привет с вами настолкомания я никита старцев и в гостях у нас тайник обожатель любитель infinity который не может просто обойти новые релизы любые для любых фракций вообще стороной приходит наш студию все мазать новые миниатюрки ну можешь помацать как совпадение тебе разрешает наш режиссер постановщик он же оператор минкофил минкофил да вот сегодня мы хотим показать вам вот этот вот вот эту вот лимитную миниатюру опять же под названием intel spec ops для ариады скоро среди этих лимитных миниатюр обычные миниатюры станут лимит как я тонко подметил но вообще да по сути потому что вся ее лимитность заключалась по идее в том что она должна продаваться только на гинконе но она может быть у нас сегодня гинком гинком не наступил она у нас есть она будет продаваться в магазине корвусов она будет продаваться во всех других магазинах в том числе и в россии соответственно вот такая занятная и захватывающая лимитная миниатюра ну интерес она представляет скорее всего в редчайших случаях на мой взгляд по большей части только для тех кто играет за юс ариаду потому что это по сути спикопс для юс ариады а напомни мне пожалуйста когда в последний раз петербурге был турнир со спикопсами то ли в апреле то ли в марте прошлого года естественно нет нет но полгода назад и тогда но это был единственный турнир из всех там которые у нас были вот это был единственный да напомню что спикопс это миниатюра которую профиль который вы закачиваете самостоятельно она позволяет вам не затрачивая ничего закрыть любые дырки в вашей армии то есть если у вас армия обладает какими-то минусами индивидуальностью вы можете в этой миниатюрой закрыть все этими за 14 очков до за 14 очков вот собственно у ариадные таких ребят было трое три добыл нас казаки шотландцы казак до волонтер и собственно француз француз пафосных плаще он теперь есть грунт это американец видимо настолько плохо пахло что ему дали противогаз но кстати выглядит симпатично похож на сасовского оперативника на мой взгляд или миниатюрку из метро 2033 на грамм на грунта обычно он похож на чем они отличаются третий армор в базе ничего себе и шок и мильнити кстати говоря ну это хоть как-то нивелирует минус одной вунды но не настолько сильно просто получили леи уже лежишь вот а во всем остальном это обычный спикопс как с обычная правило спикопсом ну собственно выглядит он вот так он выглядит в покрашенном виде если вы геральдис а так он выглядит в разобранном виде и если вы начинающий геральдис начинающий геральдис который да только книжки его листает иногда собственно не будем его открывать потому что так все понятно принцип более чем более деталей много собираете стоит он как всегда пафосно все лимитки стоят на каких-то постаментах этот стоит на большом валу не можете покрасить его во все оттенки 50 оттенков серого. И зеленого еще. И зеленого, да, добавить. Мох. Все? Ну да, у него есть там захватывающая история на сайте Корвусов о том, что эти грунты, они настолько крутые, что ставка, ставка, как мы знаем, это главные варианты, несмотря на то, что там есть французы, шотландцы и прочие там упыри. Дача и ставка. Дача, ставка, баня. И водка. Да. Вот. Собственно, настолько они крутые, что их даже взяли в разведывательный отряд в ставки. Вот такая вот захватывающая история. А так, в принципе, обычный спик-опс, новая минка спик-опса во всех магазинах города. Если у вас не было другой, почему бы не взять эту? Ну, если вы играете в ЗС-Риаду, а это повырок, можете им играть. Ну, собственно, да. Третий армор никому никогда не мешал. Вот. С вами была Настолка Мания, Никита Старцев, наш тайный обожатель. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok